Здравствуйте, это программа Город Эсс, я Елена Чернявская. Управляющая компанией Коммун Ресурс появилась в Самаре в 2019 году, и за три с небольшим года работы эта организация сумела завоевать доверие горожан. Как и любой бизнес, управляющая компания начала с малого и продолжает двигаться вперед. Меняются требования, появляются новые технологии, но неизменным в работе этой компании остаются три вещи. Качественные услуги, оперативность и индивидуальный подход к решению проблем каждого жильца, многоквартирного дома. Благодаря этим принципам управляющей компанией Коммун Ресурс удается на самом высоком уровне организовать обслуживание объектов недвижимости. Об итогах работы за 2022 год, о перспективах на будущее и о том, что помогает компании завоевать доверие жителей, я говорю сегодня с Леонидом Пугачевым, генеральным директором управляющей компании Коммун Ресурс. Здравствуйте, Леонид Пантинович. Добрый день, Елена. Добрый день, зрители. Ну что же, а мы работаем в прямом эфире и ждем ваших вопросов. По телефону студии 202-11-22. Дозванивайтесь к нам в студию, 30 минут идет наша программа. Я думаю, что вы успеете задать наболевшие вопросы по нашей сегодняшней теме. Ну что же, Леонид Валентинович, тема заявлена, год заканчивается. Скажите, пожалуйста, каким он был для вашей управляющей компании? Да, действительно, Елена, три года завершается нашей полноценной работой как управляющей компании. Все три года они были достаточно разными по своему характеру. Если рубеж 19-го и 20-й год, это был год становления нашей управляющей компании, когда мы развивались семимильными шагами, мы прирастали большим количеством домов практически ежемесячно. 21-й год – это год стабилизации, накопления потенциала. И уже 22-й год мы вошли практически тем составом многоквартирных домов, которые сейчас имеем. Каждый год он был у нас достаточно сложный, сложный по-своему. Если первый год – это год роста, дальше год стабилизации, как я уже сказал, год пандемийный. Да, кстати. Тоже внесли свои определенные сложности, только мы поправились, грубо говоря, к пандемии. И тут другие сложности возникли уже в нашем текущем 22-м году, которые мы, в общем-то, успешно преодолеваем. Работать, в общем-то, достаточно, ну, я бы так сказал, проще, чем в пандемийный год сейчас работать, несмотря на имеющиеся экономические сложности. А так, в целом, 22-й год был достаточно успешным для нас. Мы достигли определенной стабильности, как в составе всех многоквартирных домов, так и в качестве работы и услуг, которые мы можем предложить нашим жителям. Спасибо большое. Вот сколько сейчас находится домов на обслуживании вашей управляющей компании? И все-таки, Леонид Валентинович, в чем хотелось бы узнать преимущество именно вашей управляющей компании перед другим? Ведь вы недаром сказали, что вы работали год пандемийный, был сложный год. Очень сложный. Да, не целый год, можно даже сказать, полтора, вы не закрылись, а вы только наращиваете обороты и выполняете свою непосредственную работу, можно сказать, стоите на страже интересов жителей в проблемах ЖКХ. Ну, я могу сказать за нашу управляющую компанию. Вот пандемийный год, полтора, он только, как сказать, закалил, наверное, нашу управляющую компанию. Мы впоследствии оказались готовыми и к другим сложностям, которые в текущий момент ставят перед нами. Поэтому мы достаточно легко сейчас преодолеваем все тяжести, так скажем, бытия нашей отрасли, жилищно-коммунального хозяйства. По количеству домов на сегодняшний день у нас 308 многоквартирных домов. Это около 30 тысяч лицевых счетов. И если в среднем брать, что в одной квартире один лицевой счет, это, как правило, там три, может быть, чуть более жильцов, то это порядка 100 тысяч жителей наших многоквартирных домов по всему городу Самара, которых мы обслуживаем. Мы обслуживаем дома в трех внутригородских районах города Самары. Это Кировский, в первую очередь, Красноглинский и Ленинский район. В чем преимущество? Ну, даже исходить из того, что 308 домов – это достаточно большая управляющая компания. Мы, я бы даже сказал, крупная управляющая компания в Самаре. Поэтому одно из главных наших преимуществ – это масштаб. За счет своего масштаба мы можем дать значительные конкурентные преимущества, имеем значительные конкурентные преимущества, и можем дать этим воспользоваться жителям на квартирах домов. Это выливается в первую очередь в том, что мы можем, исходя из своего масштаба, можем использовать тот резерв по маневру финансовому, экономическому. То есть мы можем даже в текущих сложных условиях по нескольким домам, не по одному, а по нескольким, даже нескольким десяткам домов, проводить авансированные работы. То есть не дожидаясь, пока жители соберут в рамках текущего ремонта определенную сумму на проведение того или иного вида работ, мы можем эти работы сделать в первой половине года, зная о том, что мы в следующей половине года эти деньги, естественно, соберем из жильцов. Это основное, наверное, преимущество. Второе преимущество – это то, что мы достаточно открытая и прозрачная компания. Мы работаем для жителей, и с жителями находимся в постоянном контакте. Не только с советом дома и с председателем квартирного дома, но и с обычными жильцами, простыми жильцами, с их обычными простыми вопросами, с которыми они ежедневно приходят к нам в управляющую компанию. Я лично веду прием еженедельно. Любого жителя могу принять, готов принять, выслушать его вопросы и помочь в решении его проблемы в рамках своих полномочий и полномочий, компетенции управляющей компании. Вы сейчас говорите об открытости вашей управляющей компании, Леонид Валентинович. Мы доступны для жильцов не только в личном контакте, пришел в управляющую компанию житель, задал вопрос, получил ответ, а также и через социальные мессенджеры. Но сейчас они немножко изменились в рамках специфики текущего момента. Сейчас у нас есть группа ВКонтакте, мы используем свой телеграм-канал, со средствами массовой информации мы активно сотрудничаем. электронная почта, интернет-сайт, но это обычные ресурсы, которые используют, наверное, любая управляющая компания. И стараемся оперативно решать все вопросы. Леонид Валентинович, я напомню нашим уважаемым телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. У вас есть уникальная возможность сейчас дозвониться к нам по телефону в студии 202-11-22 и задать сейчас свой вопрос директор управляющей компании Коммун-ресурс Леониду Пугачеву. Если ваш дом находится под управлением этой компании, может быть, у вас есть какие-то вопросы. Вот сейчас, именно в эту минуту дозванивайтесь 202-11-22. Мы ждем ваших вопросов, Леонид Валентинович. А вы знаете, мы подготовили небольшой сюжет по итогам работы вашей управляющей компании за 2022 год. Я предлагаю сейчас его посмотреть все вместе и напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Ну а сейчас давайте посмотрим сюжет. 2022 год подходит к концу, и вот топ-5 достижений управляющей компанией Коммун-ресурс. В этом году компания выполнила план по ремонту подъездов. Из 35 запланированных подъездов выполнен ремонт всех. Отремонтировано 23 крыльца. Более 2000 метров стен жилых домов Коммун-ресурса утеплено. Более 10 тысяч метров кровли отремонтировано в 2022 году. Заменено свыше 5000 метров внутри домовых сетей ХВС. Сейчас у нас в первом подъезде меняют стояк с первой по 33-ю квартиру. В этом году у нас по текущему ремонту мы меняли трубу отопления в подвале. Заменены внутридомовые сети ГВС. 3400 погонных метров. Во дворах отремонтировано более 8 тысяч метров асфальтового покрытия. Отремонтировано 235 этажных электрощитков. Кроме того, отремонтировано 16 водно-распределительных устройств. В домах заменили 267 деревянных окон на пластиковые. В многоквартирных домах 4 новых лифта введено в эксплуатацию. И еще 59 находятся в работе. Выполнен текущий ремонт 9 лифтов. Одним из важных моментов в работе жителей – домов. Управляющей компанией Коммун-ресурс является обратная связь в социальных сетях. Управляющая компанией Коммун-ресурс перешла в соцсеть ВКонтакте. Также наладила работу в Телеграм-канале. В преддверии зимы компания заключила новые договора с подрядными организациями на уборку территории от снега в зимний период. У нас дворник «Надежда». Она всегда хорошо вычищает выходы из подъездов. Но по проезжей части, конечно, день в день не получается. Но на следующий день после Селегопада прочищаются. Выезды прочищаются. Утром выхожу. То есть всегда тут проход есть у нас. Выходы из прочищены, из подъездов прочищены. В теплое время уходящего года управляющая компанией Коммун-ресурс присоединилась к акции «Кедра России». Так во многих дворах были высажены саженцы кедров. Тем самым компания внесла свой вклад в защиту окружающей среды. Модернизирована и собственная техника управляющей компании Коммун-ресурс. Приобретен ковш на коммунальную машину, что позволит проводить дополнительные погрузочные работы. Ну что же, мы продолжаем нашу программу и продолжаем ожидать ваших звонков. 202-11-22. Звоните и задавайте. Леонид Валентинович, скажите, пожалуйста, а вот насколько для вас важно налаживание диалога именно с жителями домов, которые вы обслуживаете? И насколько эффективно такое взаимодействие? Диалог с жителями домов и взаимодействие, я всегда об этом говорил и не устану повторять, это самый важный момент в работе управляющей компании. Потому что управляющая компания работает для жителей, для своих жителей. И все, что мы делаем, мы делаем для наших жителей. Поэтому без диалога невозможно работать. То есть, в первую очередь, мы, естественно, выстраиваем отношения с советами домов. Туда выбираются люди наиболее авторитетные, которым доверяют все остальные жители дома, для того, чтобы решать основные вопросы по своему дому, составлять и контролировать выполнение плана текущего ремонта годового. Следить за содержанием тем, как обслуживается дом, уборка придомовой территории, уборка внутри дома и многие-многие мероприятия, которые нужно отслеживать, контролировать и взаимодействовать с управляющей компанией для того, чтобы качество этих услуг и работ было надлежащего качества. Это самое главное. Поэтому мы этому вопросу уделяем, наверное, одно из самых первостепенных значений. Мы следим за этим и стараемся поддерживать определенную планку на достаточно высоком уровне. А вот, кстати, обучающий семинар «Мой дом», инициированный губернатором Дмитрием Мазаровым, также в помощи управляющим компанией и старшим по домам. Вот скажите, ваши старшие по домам, жители, может быть, сотрудники вашей управляющей компании посещают семинары? Вот важность отметить их. Конечно, посещают. И я сам лично посещаю данные семинары. И не только как директор управляющей компании, я к тому же являюсь председателем многоквартирного дома, в котором живу. Поэтому я с точки зрения себя как жителя, мне самому это интересно. И как директор управляющей компании, я считаю, необходимо участвовать. И специалистов своих периодически отправляют на... В зависимости от тематики. Да, тематики. Туда отправляем своих специалистов. И консультируем жителей. Они после этих семинаров приходят в том числе и к нам консультироваться. Вот услышав, говорят, вот нам так сказали, что вот этот вопрос будет в свете новых каких-то правил, там, или нововведений, будет рассматриваться теперь по-другому. Так ли это? Мы с ними обсуждаем, это смотрим, да. Все это достаточно интересно, в том числе и нам. Хорошо. Я все-таки хочу вас спросить, с какими трудностями столкнулись вас на пристарте отопительного сезона? А есть ли сейчас проблемные аварийные дома? И все-таки как справляетесь с текущими вопросами? Я знаю, у вас очень хорошо налажена работа аварийно-диспетчерской службы. Так же работаете? Да, мы все так же работаем с упором на аварийно-диспетчерское обслуживание. Это одно из основных требований, предъявляемых в соответствии с лицензионными требованиями к управляющим компаниям. Поэтому тоже это один из приоритетов. Старт отопительного сезона в этом году прошел достаточно плавно и хорошо. Этому во многом способствовало то, что у нас, согласно постановлению главы города, старт отопительного сезона немножко растягивался из-за того, что изначально подавалось отопление в социальные объекты. Тем самым мы давали время, чтобы трассы наполнились теплоносителем. И это облегчало запуск тепла потом в жилые многоквартирные дома. Поэтому мы сумели избежать каких-то крупных аварий при запуске отопления на жилых домах. Если были какие-то аварийные ситуации, они были связаны, как правило, с ресурсоснабжающими организациями. И в этом году, я должен отметить, что достаточно быстро все эти недостатки были исправлены, все аварии были устранены, и мы достаточно быстро подключили к отоплению все наши дома. Да, в дальнейшем занимались исключительно регулировкой и какими-то небольшими вопросами. Спасибо. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Еще раз озвучиваю телефоны 202-11-22. Если вдруг линия занята, дозванивайтесь и задавайте свои вопросы. Управляющая компанией «Коммун-ресурс», если ваш дом находится под управлением этой компанией, если же нет, и вы хотите задать вопрос по теме просто ЖКХ, мой сегодняшний гость эксперт в этом вопросе, поэтому обязательно ответит на интересующий вас вопрос 202-11-22. Леонид Валентинович, какие заметные события произошли в этом году во вашей компании? Я знаю, что вы не стоите на месте, развиваетесь, и наверняка есть что сказать что-то нового. Вы знаете, Елена, одним из самых, наверное, заметных и для меня значимых событий – это то, что мы в этом году стабилизировались как управляющая компания. Мы вышли на стабильно, я считаю, достаточно высокий уровень обслуживания многоквартирных домов, стабильно высокий уровень общения с жителями и с советами многоквартирных домов. Отношения у нас со многими домами и советами стабилизировались и стабильно хорошились. То есть мы ведем с ними адекватный диалог, двусторонний диалог, без которого невозможно в современном мире достичь каких-то положительных результатов. Поэтому это вот один из факторов. Еще какие заметные события? Ну, я бы хотел отметить, наверное, то, что важно сейчас для каждого жителя города Самары. Это идет массовая замена лифтового оборудования. Лифтового оборудования, правильно, наверное, да? Лифтового оборудования в городе. Лифты меняются сотнями в течение этого года, и следующий весь год будет заменено, по моей информации, около полутора лифтов по всему городу. Полутора тысяч, наверное, да? Полутора, да, полутора тысяч литров, извините. Вот, это серьезные события, которые ждала не только управляющая компания, коммунный ресурс, но и все управляющие компании, в обслуживании которых есть многоквартирные дома с лифтами, которые должны были быть заменены. Это идет речь о лифтах 74-78-79 годах выпуска. Много пришлось на вашу компанию по заменению? У нас сейчас уже введено в эксплуатацию около 10 лифтов, и в работе находятся около 60 лифтов. И после Нового года в работу возьмут еще несколько десятков лифтов. Ну, то есть, если есть какие-то вопросы у жителей, можно позвонить также в аварийно-диспетчерскую службу и узнать какую-то насущную информацию, я имею в виду, конечно, ваши дома. Ну, я бы предлагал не перегружать, не загружать аварийно-диспетчерскую службу вопросами о лифтовом оборудовании, а прийти непосредственно в управляющую компанию, ко мне, к главному инженеру и другим техническим специалистам, и выяснить, в каком состоянии, на каком этапе находится процесс замены лифтового оборудования в вашем конкретном доме. Спасибо. Наличие техники и персонала тоже очень важный вопрос. Скоро начнутся снегопады, зима уже вступила в свои права. Скажите, пожалуйста, все ли готово в вашей компании наличие техники, персонала, дворников? Да, мы готовы, как обычно, к зимнему уборочному периоду. Техника, ну, по полтехники, смотрите, в современных условиях большинство управляющих компаний, которые стараются быть, так сказать, в тренде, стремятся держать столько единиц собственной техники, сколько им действительно необходимо для ежедневных каких-то решений вопросов и проблем. А для производства механизированной уборки пожилому фонду в случае выпадения обильных осадков используется, как правило, привлеченная техника по договорам подряда. Так вот, мы на данный момент содержим три единицы собственной техники, которые постоянно модернизируем, вот то, о чем прозвучало в начале передачи, так, чтобы у нас на технику можно было повесить и ковш, и дробилку, и щетку для уборки территории, для смета. Вот. И привлеченно, что касается привлеченной техники, то мы в этом году обновили договора подряда с организациями, с которыми мы предполагаем сотрудничать и в дальнейшем, и готовы в обильные снегопады выводить до 20 единиц техники дополнительно. Это достаточно, я считаю, вот, в общем-то, прошедший ледяной дождь и снегопад, который вот сейчас еще впоследствии ликвидируется, показали, что у нас достаточно техники. Сейчас у нас работает три единицы собственной и девять единиц привлеченной. Итого 12 единиц техники. — Леонид Валентинович, ну а вот если в ночь, к примеру, выпал снег, и с утра, ну невозможно выехать из двора, чья это обязанность, когда управляющая компания должна чистить снег? Тогда ли, когда все идут на работу, либо все-таки это в другое время суток? — Вопрос понятен мне, вопрос понятен. Смотрите, есть определенный алгоритм взаимодействия администрации города Самары, городских районов, управляющих компаний и муниципальных служб в данном случае. В случае неблагоприятного прогноза по осадкам у нас есть четкий алгоритм, по которому мы работаем. То есть городской департамент оповещает всех, выпускает распоряжение о том, когда начинать работы, кто когда начинает, в каком объеме и так далее. То есть мы заранее знаем, когда, в котором час нам нужно вывести дворников, обеспечить выход техники и так далее. Все зависит от количества осадков. — Каким образом вы связываетесь с своим персоналом и даете такие распоряжения? — Мы всегда на связи. У нас многочисленные группы в Вайбере, которыми мы пользуемся по различным тематикам, как по уборке кровли, так и по уборке придомовой территории, по выходу техники, по выходу дворников и так далее. В этих группах постоянно аккумулируется и обновляется информация о том, сколько в каждом конкретном ЖЭУ, жилищно-эксплуатационном участке, вышло дворников, вышло техники для производства механизированной уборки, сколько отработано домов на данный момент, обновления идут. Ну, пусть не ежечасно, но по несколько раз в день. То есть я эту информацию вижу в режиме онлайн, в телефоне. Мне не нужно для этого тратить полчаса времени, для того, чтобы всех обзвонить. Достаточно просмотреть обновленные сообщения в группе Вайбер, и вся информация аккумулируется у всех руководителей управляющих компаний. — То есть можно сказать, вы круглые сутки на связи, можно сказать, и на телефоне, и онлайн. — В период снегопадов и непогоды, фактически, да, я круглые сутки на связи, потому что приходится засыпать достаточно поздно, а просыпаться достаточно рано. — Спасибо. Есть звонок от телезрителей. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем. Задавайте свой вопрос. — Алло, здравствуйте. — Здравствуйте. — У меня такой вопрос. Я живу в пересечении 22-й партии «Свобода» и «Победа». Вот, когда, допустим, выпадает снег, можно еще пройти спокойно по улице. — Так. — Ну вот, когда проезжает машина, которая исчищает весь этот снег, метелочкой, вот этой щёточкой. — Ну? — Остается весь лёд, идти невозможно. — Да, просто, да, такой образуется. Вопрос ваш в чем? — Как этого избежать? — Можно как-то дать или исчищать с места конца, или сразу поступать реагентом, чтобы не было льда вот этого? — Спасибо большое. Мы вас поняли, Леонид Фалентинович. Ответьте, пожалуйста. — Ну, ту часть тротуара, про которую говорит зритель наш, это та часть, которая относится к так называемой уличной дорожной сети. И, насколько я понимаю, это не совсем, правда, район те, которые дома мы обслуживаем, но это та часть уличной дорожной сети, которая обслуживается муниципальными организациями. У них есть свой определенный алгоритм работы на подобных покрытиях. Естественно, там должно быть и обработка противогололедными материалами, ПГМ, и прохождение щеткой. Норматив есть по использованию этих материалов, то есть они не могут использовать больше определенной концентрации. Не могут использовать больше определенного количества раз за промежуток времени, там, неделю, месяц и так далее. Соответственно, из-за этого, возможно, возникают какие-то сложности. Может быть, что-то не совсем верно делается, не в той последовательности и так далее. Или более тщательно нужно подходить, с меньшей скоростью. Я не могу сказать, это та часть... Но это не ваша литра работа, за которую отвечает управляющая компания. Но, тем не менее, спасибо вам за вопрос. И есть еще время, и звоните, пожалуйста, задавайте вопросы своей управляющей компанией «Коммунресурс». Леонид Валентинович Пугачев сегодня отвечает на мои ину и на вопросы ваши, если вы дозвонитесь к нам в студию 202-11-22. Леонид Валентинович, а какие все-таки остаются частые самые обращения от жильцов? Я сейчас говорю не в зимнее время года, а вообще вот в принципе наболевшие вопросы вашей компании «Коммунресурс». Ну, в любой управляющей компании, вне зависимости, в какой части города они работают, все вопросы, они практически могут быть разделены на сезонные. То есть в свой период времени своя категория наиболее популярных вопросов. Зимой, естественно, отопление. В период обильного таяния и дождей весной, например, это кровля. Межпанельные швы затекания, если там... Летом покос травы. Совершенно верно, вы помните. Покос травы, уборка придомовой территории. Летом это вопросы, связанные с горячим водоснабжением в связи с тем, что происходит в периодически гидравлические испытания на сетях ресурсоснабжающих организаций. Проводятся подготовительные операции, мероприятия по подготовке уже к следующему отопительному сезону. И эти мероприятия начинаются в середине мая и заканчиваются фактически в начале сентября. В связи с этим тоже возникают нюансы, куча вопросов у жителей по поводу качества горячего водоснабжения из-за того, что горячая вода подается по одному трубопроводу, недостаточная циркуляция и так далее. Все это выливается в недостаточную температуру теплоносителя, то есть горячей воды. Осенью вопрос по подготовке к отопительным сезонам. Но эти вопросы мы решаем, закрываем с администрацией районов и города. И пуск тепла, естественно, самая горячая пора, наверное, для ЖКХшников. Пуск тепла, октябрь месяц, регулировка, ликвидирование аварий, как в многоквартирных домах, так и ресурсниками на своих сетях. Последующая регулировка, поэтому у нас почти месяц есть горячие линии от различных инстанций, от различных как городских властей, так и управляющих компаний. Вот примерно такая картина. Текущий вопрос. А вы знаете, я хотела еще о чем вас спросить. Когда программа по ЖКХ у нас выходит, очень часто, знаете, телезрители вопросы задают такие. И многие недумевают, а, оказывается, не знают, что обработка от грызунов проводит управляющая компания. Вот ваша позиция на этот счет, Леонид Валентинович, как вы это делаете? И что нужно, если, допустим, такая проблема на доме есть? Ну, это одно из лицензионных требований, которые управляющая компания обязана выполнять. И у меня вопроса даже не возникает, должны ли мы это делать или не должны. Люди вызывают за деньги и обрабатывают. Обязанность мы должны обрабатывать от грызунов проводить диротизацию и от насекомых дезинфекцию места общего пользования. У нас был сюжет на телевидении, где мы снимали как раз про проведение этих мероприятий. Так вот, дезинфекция и диротизация, она бывает как профилактическая, так и истребительная. Профилактические мероприятия – это ежедневные мероприятия по поддержанию чистоты и выявлению, и потом в качестве истребительных мер ежемесячно проводится помор насекомых и прочей живности. Все это в рамках лицензионных требований – это наша святая обязанность. Хорошо. Расскажите, пожалуйста, как быстро обрабатываются обращения от граждан? Скажите, что было сделано в этом году для еще большего максимального быстрого устранения проблем, Леонид Валентинович? Ну, вы знаете, для каждого типа обращений есть свои нормативы по рассмотрению и ответу. Естественно, управляющая компания не может не выдерживать. Мы всегда соблюдаем эти требования по ответам. Самые жесткие требования по ответам, наверное, через систему ГИС ЖКХ – это то, куда нас в конечном итоге и приведет общение с жителями и надзорными органами. Там удобнее всего собрать, так сказать, все заинтересованные стороны, как надзорные органы, органы власти, как местные, так и другого высшего уровня, жителей и управляющие компании. В ГИС ЖКХ, так, раз, дальше, прямое общение, еженедельный прием, личный, ежедневный прием и обращение могут прийти к любому специалисту, задать вопрос, письменное обращение, тоже в зависимости от тематики, какой вид запроса, какой вид обращения, свой срок ответа. То есть все это выдерживается. Если это не выдержит сроки ответа, то надзорные органы, они нам могут выписать как предостережение, так и наказать нас. — А вот если жители не обращаются вовсе, это значит, управляющая компания работает хорошо или наоборот нет? Как вы считаете? — Лично для меня это был бы тревожный сигнал. Если жители не обращаются с какого-то многоквартирного дома, вообще нет никаких вопросов. Мне кажется, это звоночек для того, чтобы посетить и посмотреть, там работается вообще совет многоквартирного дома или просто, может быть, вопросы жителей, которые они задают своим старшим по дому, подъезду и остаются... — Они не доводятся до управляющих компаний. — Да, они доводятся до нас. И это, возможно, даже, может быть, и худшая ситуация, потому что эти вопросы и проблемы копятся комом, большим снежным шаром, который потом будет очень трудно решить. Гораздо проще на периодической основе постоянно, то есть получать вопрос, чтобы быть готовым ответить или решить возникающий вопрос. — То есть работать с постоянным диалогом. — Леонид Валентинович, я еще хочу вам задать один вопрос. Наша программа подходит к концу. Вот занимаетесь ли вы организацией культурно-массовой работы для жителей обслуживаемых домов? Есть ли такой опыт и как реагируют жители? Но ведь все-таки еще и есть место небольшому празднику все же. — Наша управляющая компания «Коммунный ресурс» с первого дня своего существования всегда активно и с удовольствием участвовала в проведении всевозможных мероприятий. Как для детей, так и для взрослого поколения, как экологические проекты и прочее. Мы всегда, каждый год, вне зависимости от ситуации, проводили и будем проводить, участвовать в праздниках, посвященном Дню Победы 9 мая. Каждый год. По новогодним праздникам, ну, здесь ситуация разная. Когда ситуация позволяет и есть возможность, мы участвуем в проведении. Также мы с удовольствием участвуем в детских праздниках, помогаем и в экологических. То есть вот мы подключились к акции «Кедра России» в этом году. Посадили более 30 кедров в этом году. — Ну что же, наше время подходит к концу. Наша программа выходит в преддверии Нового года. Я хочу предоставить вам заключительное слово. Что бы хотели пожелать, конечно, всем жителям Самары? Пожалуйста, Леонид Валентинович. — Дорогие жители города Самары, я искренне хочу пожелать всем счастья и здоровья в наступающем Новом году. Желаю, чтобы вы весело встретили и провели новогодние праздники. Провели их без забот. И без аварий. Всем счастья и благополучия. Ну а мы будем работать. — Спасибо вам большое. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город Эс». Всего хорошего вашему дому. До свидания. — До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова